доброго времени суток друзья и подписчики моего канала сегодня я делаю небольшой видео обзор новой обновленной версии катушки one wish 19 года выпуска в размере 3000 mhg имея такую возможность сегодня я проведу ей техническое обслуживание небольшую доработку мы пройдемся по всем и и техническим параметрам посмотрим что фирма shimano предоставила нам нового в новой уже третьей генерации скажем так модели one wish и что интересного что не интересного что лучшего что плохого мы с ней мы сегодня с вами разберем и подведем кое-какие итоги уже во второй части видео значит а пока друзья немножко предыстории и немножко будем затрагивать каждые моменты и будем по чуть-чуть двигаться вперед итак друзья первая модель катушки one wish у нас вышла в 2012 году данная модель пришла на смену катушек фирмы shimano это были знаменитые легендарные магниевые твины последний который из них был выпущен в 2009 году после чего уже пошел выпуск одиннадцатых твин поваров и на смену уже после него в ожидании магниевого твина мы получили первый выпуск one wish двенадцатого года друзья вы имели с ним знакомство конечно же после чего была обновлена версия сделано в тринадцатом году на базе двенадцатого one wish это была лимитигранная серия и она имела кое-какие косметические изменения и во внешнем виде и имела все тут же самое основу двенадцатого one wish после чего был выпуск модели шестнадцатого года и соответственно сделали к пресном водную версию катушки для ловли форели это one wish wave tune и семнадцатого года выпуска и вот по стечении небольшого периода 3-4 цикличности зависимости как получается я так заметил четких у них границ нету от трех до четырех лет выпускается новая версия значит это уже генерация третья у нас и в девятнадцатом году вышел новый one wish в принципе кратенько об этом так друзья значит что мы имеем коробка начнем с нее пробежимся кратенько значит друзья коробка по сути такая же как и в 16 ма модельном ряду такая же сама ничего здесь у нас интересного нету надписи вы про катушку ее характеристики здесь не прочтете она все в середине сзади мы только можете увидеть серийный номер партии и штрих-код например если взять сравнять с к моделью возьмем уже у меня есть такая оказия две катушки пришло на обслуживание значит 12 года как видите в двенадцатом было указано основные технологии да и вся информация была выбита сзади на коробке можно было посмотреть посчитать передаточное число вес и кому-то здесь как и в шестнадцатом у нас все находится в середине значит открываем коробочку и смотрим что у нас там внутри катушечку мы отложим в сторону и с ней потом значит посмотрим что у нас принадлежности значит первое как всегда у нас здесь идут регулировочные шайбы наклейка на лапку катушки для установки катушка держатель чтобы не было повреждения лакокрасочного покрытия наклейки на шкулю для фиксации шнура дальше у нас идет краткие характеристики модельного ряда сейчас мы почитаем здесь у нас идет паспорт в основном он идет у всех одинаковые у всех катушек то есть это технические моменты что куда и как что нельзя что можно по сути ребята там ничего интересного для вас нету вы все это уже читали в предыдущих моделях кинематическая схема и самое интересное у нас вот здесь вот в основном паспорте где у нас тут основные и характеристики значит мы здесь имеем на сегодня модель 3000 мажьи который имеет передаточное число 5 и 8 к одному 9 килограмм усилия на фрикцион вес у нас 185 грамм это очень хорошо друзья дальше у нас идет намотка шнура пм нити диаметры дальше у нас идет нейлон моно соответственно повар про шнур указан американский вертах и за один оборот ручки у нас указано идет восемьдесят шесть сантиметров вымотка шнура количество подшипников 11 1 где один у нас вот по сути самое что у нас было нам интересно ну и тут небольшой мануальчик потом как заменять кнопы видно потому что тут в разных идут вот размерах можно установить по куда капать не знаю что делать нельзя да будет . у вас целости и сохранность если будете прибегать к ее рекомендация так друзья с коробочкой у нас разобрались теперь сама катушечка вот у нас ну конечно печаль беда это вот эти вот мешки для картошки ну как друзья по-другому назвать не могу потому что реально просто не знаю может кому-то и нравится друзья но вот смотрите вот так вот миш мешочище ну это просто брезентовый конечно же в такой топ сегмент я бы конечно все-таки хотел по классике как он например вот в двенадцатом поставлялся полноценный хороший мягкий чехольчик с карманом под ручкой отдельно и под саму катушку друзья если есть конечно оказия возможно приобретайте и конечно же храните свою катушку в таких чехла чем вот в этом подобие чехла но это печально печально что сделать все-таки в 12 модели как ни крути друзья вот первый самый качественный делали давайте теперь посмотрим на саму катушку чехольчик мы тоже отложим я так понимаю у нас так просто для галочки там лежит так друзья ну вот он вот он вот он вот он вот он это 19 ванквиш вот можете посмотреть на него вот так вот он выглядит ну что могу сказать конечно же вид у него такой немножко буртовальный такой брутальный вид в классическом темном до исполнении своем полностью затемненный такой вот не бросается в глаза не туда в нем такой какой-то искринки такой какой-то вот элегантности изящности красоты нет вот смотря на него ты видишь просто такую рабочую боевую единицу которую надо вот просто взял и поехал пошел на рыбалку без всяких этих там то у меня то там я это нет ты просто берешь ее и ловишь вот такое вот у меня у меня вот такие ассоциации с этой катушкой конечно же как линии формы конечно они будут чем-то похожи на 18 стылу где-то есть какие-то повторения геометрии чуть-чуть немножко но все это как-то более обрубанно более вот так вот сделано в гу немножко в грубой форме то есть катушка который ты не должен там и смотрите и восхищаться как там например там другими моделями да это катушка которая сразу тебе заставляет просто вот ты взял ее поставил идешь работать рабочая лошадка мы скажем так у меня первое ощущение на этой катушке вот такое вот другого друзья подобрать слова не могу потому что у меня просто она другой не вызывает вот такая вот испану новое исполнение в ногу со временем но при этом в рабочих томах вот на этом закончим скажем так друзья что касается и и работы давайте покрутим повращаем безупречно безупречно если можно так выразиться вращение просто отличнейшие объясню в как как в чем мои слова выражается но это легкость хода друзья это легкость старт и вот стартовая легкость катушки просто отлично отлично сравнение 16 моделью конечно же намного лучше намного конечно мы сейчас разберем почему конечно же первое это за счет конечно нового ротора обновленного но скажем так приятная приятно удивлен и даже могу сказать что интереснее крутится чем 18 exist да 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 его я крутил тоже конечно же и делал и смотрел здесь как-то старт даже по интереснее по интереснее друзья конечно же есть разница мы все это утрируем не нужно относиться к моим словам так именно кардинально прямо но если вы именно по старту вращения легкости то поприятнее а по маслянистей конечно будет и здесь тут вопросами но старт здесь отличнейший друзья кому нужно вот это вот сразу же пошел в бой работать просто супер приятно удивлен приятно удивлен скажу так еще покруче понравилось так друзья хорошо давайте начнем все таки разбирать эту катушечку и будем проходить по все по чуть-чуть по ней разберем по техническим моментам вообще конечно же данная модель ванквиша это борьба двух конкурентов двух гигантов дайва и шимана в борьбе за легкость 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 настей легкости изящности катушек скажем так но в данном случае у нас есть один момент например если брать вот флагман от дайва это exist он конечно же вышел в лидеры за счет того что они применили новый корпус и обречили свою катушку уже до и по моему если не ошибаюсь самый богат 17 был в большом размере весил 205 грамм да и 150 грамм весил самые маленькие по-моему тысячный размер exist а соответственно конкурент дайва это шимана они сделали уже пошли дальше на уменьшение веса тоже в своих моделях начали гнаться в этой гонке и уменьшили в стелле вес от 260 до 165 в тысячном размере вес но есть одно но конечно же они хоть и боролись за веса но катушка серии стела точнее модель стела относятся к серии корресулит у шимана а это ударение не на легкость и старт вращения скажем так вот легкость вращения да как вот и exist а а больше это ударение идет на надежность и прочность вот серия корресулит относится 18 стела где ударение все-таки идет на надежность и прочность поэтому все-таки там не такая борьба шла сильно за вес чтобы догнать скажем так exist поэтому в анквич 19 данная модель она относится к серии quick response который уже соответственно может бороться с серии дайва по легкости хода и вращения потому что здесь уже ударение в этой катушке больше стояло же конечно же на легкость вращения и уменьшение веса соответственно при этом да да друзья как ни прискорбно ну соответственно на уменьшение прочности и некоторых узлов надежности но это одно без другого быть никак не может нужно чем-то жертвовать поэтому данная модель у нас идет в размере c 5000 и g в вести 220 грамм и конечно же самый маленький размер здесь у нас будет весить 145 грамм вот так вот борьба в принципе выигрышная стала за ванквиш всего лишь в 5 грамм но мы не можем относить серию ванквиш именно равнять серии допустим exist потому что если у шимана есть что-то среднее между стеллой и твеном это будет ванквиш то например у дайва нету что-то такого средней катушки между циртейт циртаторы и и exist то есть там нету такой переходной модели поэтому не будем ее относить к этому и скажем так они идут просто разными путями потому что это будет неправильно если кто-то скажет что лувиас нет лувиас нет он стоит вообще отдельным звеном он не относится он не стоит между циртейтом и а в шимана ванквиш стоит между твеном и стеллой поэтому скажем так не будет к некорректно будет сравнивать вот это вот взаимоотношения но все же ванквиш они в борьбе за вес и за гонкой к весам как у другого большого гиганта производителя катушек они вот скажем так выпустили данную модель но если мое мнение личное я могу сказать друзья что все таки от двенадцатого года девятнадцатый ванквиш отличается кардинально как и шестнадцатый тоже отличался уже но девятнадцатый отличается от кардинально и я уже не могу назвать вот именно что скажем так это доброе и славное продолжение магниевых твенов нет последнее наверное что было похоже действительно и первое что сделали это был двенадцатый ванквиш потому что он все таки был сделан на базе десятый с тыла я имею ввиду корпуса и полностью и сделан из магниевого сплава и многие там детали и узлы были по заинственности тоже то есть он был более мощный надежный скажем так и он относится можно было характеризовать например уже чем дальше ванквиш идет тем это просто становится больше отдельная модель идущая своим путем развивающаяся уже как отдельная единица уже не относящаяся действительно не к твену не к стелле скажем так но при этом применяя и те и те других их не детали узлы и технологии но все равно как то она уже отдаляется скажем так я не могу тут ванквиш назвать что это вот там магниевый твин ну никак это уже как то немножко немножко уже не так выглядит кстати насчет выглядит друзья вот покажу вам девятнадцатый и у меня есть оказия вам показать сразу же вот моделька двенадцатого года это первая ванквиш которая нас порадовала после выхода магниевого после закончен закончения серии выходов магниев твену в девятом году вот у нас двенадцатый ванквиш ну друзья я не могу сказать что кардинально девятнадцатый там отличается по красоте просто изумительно нет друзья нет конечно вот классика бессмертная и как ни крути все таки двенадцатый хорошая катушка надежная и вот ты берешь и понимаешь что ты берешь качественную вещь добротно сделано ну просто он скорее всего это просто эпоха если мы так можем утриживать назвать двенадцатого года вот когда еще на волне тех событий она вот так изготовлялась сейчас уже имеем девятнадцатый и все поменялось в мире все идет на легкость удешевление обновления и имеем что имеем друзья но как ни крути мне двенадцатый внешне конечно же нравится больше но меньше с тем друзья давайте посмотрим теперь начнем разбирать эту катушечку и будем анализировать ее составляющие еще раз крут ну покайфую да но легкость конечно вращение супер супер хорош хорош так значит первое у нас значит плечо ручки катушки значит взяв его я вспомнил что вот на сайте производителя да там вот вес варьируется со старой моделью от 20 до 40 грамм там где вот на весах слежат катушки да и они там по-моему в размере 4000 сравнивают что вот на 40 грамм легче но есть одно но друзья есть одно но так как эта модель у нас 3000 mhg а например в шестнадцатый ванквиш у нас поставлялся в такой же исполнении но в ручке ручка у нас была выполнена полностью из дюраля алюминия еще полностью было шарнирное соединение и она была из дюраля алюминия здесь же мы имеем углепластиковую рукоять данная углепластиковая рукоять у нас просто даже сама ручка на 20 грамм легче чем предыдущая вот даже вот такой момент не указан на сайте это как бы немножко вводит нас такой в туман в обман легенький но этот момент упущен если бы оно там было то это вот этих 20 грамм там сразу же можно и приплюсовать поэтому вот только на одной ручке мы сэкономили 20 грамм кстати насчет ручки если его сравнивать у меня есть ручка шестнадцатого года выпуска вот если мы с вами посмотрим как видим у них юбочки фактически одинаковые только имеют они разное декоративное вот фрезерование скажем так ну друзья вот эти дырки то что они разные они ничего не несут никакой там функциональности это просто декоративные элементы вот и все значит по поводу вот фиксирующих болтов направляющие ручки мы можем здесь видеть что просто здесь трехгранная имеет такой декоративный элемент вы вырезы здесь же идет у нас просто плоский плоский болт вот и все то есть вот на таких маленьких изменениях у нас уже поменялась рукоять в декорации скажем так ничего тут кардинально не изменилось кроме как внешнего вида значит кноп кноп у нас вращается аккуратненько смешиваем декоративную крышечку кноп у нас классический как и в шестнадцатой модели вращается на двух шарикоподшипниках САРБ от Шимано закрытого типа просмотрим проверим ничего нового здесь мы с вами друзья пока не видим видим два подшипника закрытых мы сразу это все будем разбирать и проверять и заодно подготовим катушку к обслуживанию так подшипники мы снимем тут все у нас классические и проверим их на работу все хорошо вопросов тут у нас нету так значит дальше барашек фрикциона как видно барашек фрикциона у нас изменился декоративнее стал он построже меньше элементов хромированного пластика и как видим здесь у нас уже имеется углубление под пальцы что в принципе не может не радовать мне кстати очень удобно им работать фиксировать даже поудобнее чем в шестнадцатой модели кстати насчет шестнадцатой модели тоже есть оказия друзья вам показать у меня есть барашек вот шестнадцатая модель тоже в углепластике и как видим вот можем сравнить их здесь у нас хромированных элементов в шестнадцатом больше вниз меньше видно что даже уменьшена сам хват по весу они конечно тоже отличаются этот немножко тяжелее здесь у нас имеем манжет в девятнадцатом больше резиновый здесь поменьше ну так как у нас и разные шпули ну а сама трещотка механика у нас одинаковая но есть одно но друзья видно даже сама сама часть основная посадки внутреннего механизма стеночки у нас здесь что вам показать вот так было видно даже здесь максимально выбран пластик чтобы даже уменьшить его вес во все то есть меньше хрома меньше деталей всего меньше и соответственно борьба за вес шла даже и тут парашек нам скажем намного легче чем шестнадцатом шпуля начнем со шпульки значит друзья шпуля у нас стала длиннее конус намотки у нас сейчас стал стандарт как у модели стелла удлиненное данное решение раньше они не применяли а применили вот уже в ванквише девятнадцатого года значит у нас уже шпулька имеется удлиннёка как они заявляют что вырос на 4 процента заброс по сравнению с предыдущей моделью ну друзья если как я уже и пишут что 4 процента это конечно смешно это довольно таки мало но если кому-то это больше то пусть будет так но на самом деле удлиненная шпуля ничем плохим не грозит на самом деле с нее просто комфортно слетает шнур и ничего плохого я в этом не вижу но только вижу большой плюс в принципе можно пользоваться и так как я являюсь сам владельцем двух стел и до этого имел и работала с удлиненными шпулями никогда не возникало никаких проблем вижу только положительное в этом значит друзья насчет самой шпули как видим здесь она у нас максимально выбрать материал вижу что в самой юбочке очень-очень тоненькая облегченная стало конечно же легче но борьба за вес здесь шла и здесь производитель максимально выбирал все пространство в середине довольно таки легкая довольно таки легкая имеет здесь анодированное покрытие и сам бортик шпули здесь он у нас нас одной и покрыт нечто подобное как на тефлоновое покрытие такое же покрытие у нас и были в предыдущих моделей серии one fish так друзья значит вот эти вот декоративные элементы как вы видите вот это фрезерование они никакой функции не несут там проветривание еще чего-то абсолютно нет друзья все вот это вот прорезы от фрезы это все декоративно это все так задумано художник нарисовал сделал модельку и ее повторили то есть никаких других оно не несет ну если даже друзьям взять вот возьму двенадцатый one fish ну как то на нем если честно покрасивее это все выглядит может за счет того что она не надированная черная но эти полосочки если честно на двенадцатом меня больше нравится но опять же это мое сугубое мнение скажем так то что легкое да это большой плюс так друзья значит смотрим что у нас в шпульке значит снимаем фиксирующая колечко и здесь у нас классический идет пакет фрикциона на девять килограмм состоящий из дюраля алюминиевых и войлочных шайб то есть классический пакет который мы можем наблюдать в похожих в похожих сериях катушек имеем три металлических дюраля алюминиевых и три водочных шайбы здесь у нас в середине в шпульном в самой шпуле установлен шпульный подшипник размером шесть десять на три сарп проверим его тоже работу нет ли с ним проблем вращается тихо все хорошо так дальше друзья подходим мы под шпульному узлу значит под шпульный узел у нас классический мы можем наблюдать его в предыдущих моделях выполнен он уже в точно таком же исполнении идут регулировочные шайбы сам под шпульный узел и элемент трещотки здесь установлен подшипник сарп под шпульный размером 711 на 3 здесь ничего нового мы с вами не видим все по старинке дальше друзья значит здесь мы видим пыльник и юбочка пластиковая хромированная которая насажена на ротор данный элемент у нас здесь установлен для того чтобы когда при шпуле рабочей подъема шпули вперед назад это вот пространство между шпулей и ротором здесь у нас ротор кстати стал намного худее объясню чуть потом почему чтобы при скажем так закрывании дужки или ветреной погоде ну как обычно в новых моделях это сделано предусмотрено чтобы не попадало не залетало туда шнур и не наматывался на шток также для избежания попадания крупного какого-то мусора но первая функция его конечно же это юбки для того чтобы шнур не попадал не наматывался он на шток не было захлестов туда здесь это выполнено в таком ключе значит мы сейчас снимаем верхнюю крышечку которая держит кстати сразу же можем заметить она она у нас сразу же держит данную пластиковую юбку мы этот элемент снимаем вместе как видите например 18 стиле этот элемент был вставлен отдельно был закручен на болты и можно было снять отдельно как снять его и можно было не снять здесь же в борьбе за вес за уменьшением как можно меньше деталей и установки лишнего суда здесь предусмотрено в посадку сразу же и фиксации верхнего пыльника который у нас не дает допуск попаданию воды куда друзья все правильно здесь у нас установлен уже подшипничек роторный снимаем этот резиновый сальничек и здесь мы видим у нас стоит стелл узел то бишь в данном случае этот элемент у нас установлен от 18 стрелы это роторная гайка с посадкой на подшипник 5,8,2,5 и запрессованной втулкой бронзовая втулочка у нас стоит сейчас мы снимем подшипник и этот элемент отсюда уберем вот таким вот образом друзья это не может не радовать так так как первое применение подшипника роторного не использовалось раньше в моделях более бюджетного класса только использовалось в моделях модельного рядом стела то есть здесь установка этого элемента позволяет нам добиться более плавного и легкого хода вращения катушки скажем так это очень хорошо и очень технически грамотно сделано поэтому катушка у нас вот так вот легко вращается и при нагрузках соответственно шток будет разгружаться давление будет разгружаться давление штока на посадку на посадку в ведомой шестерни так как здесь у нас подшипник и будет работать на нагрузках более приятно это не может не радовать этот элемент ставим большой плюсик за установку данного узла значит здесь у нас идет гайка разделительная шайба не дающая доступа дальше в середину штока воды и всевозможного мусора и сам же подшипничек в ней у нас запрессована бронзовая втулочка так дальше друзья снимаем сам ротор ну что сказать по поводу ротора ротор у нас конечно же изменился весь полностью у нас он в новой версии в новом исполнении рычаги ротора у нас здесь изменены они у нас стали как видно ротор нового поколения они стали у нас худее уже соответственно вес убрался с них максимально чем дальше они у нас стоят соответственно играет на инертность чем дальше стоят тем больше у них вес тем больше инертный ротор соответственно уши у нас раздвинуты и чтобы убрать инертность первым делом нам нужно убрать их не вес что шамана собственно и сделала уменьшила боковые элементы весе и приблизила их немножко к центру оси соответственно здесь у нас сам сам ротор основная его чаша скажем так основа тоже она уменьшилась у нас в диаметре выбрано больше материала и как видно здесь даже вот есть выступ подтолкатель вот такой вот вот он можно его заметить вот так как просто чаша стала уже этот элемент они выделили здесь у нас толкатель по ней ходит ротор конечно же довольно таки стал легкий приятный и все просто никаких элементов дополнительных нету каких-то крышек хромированных кроме как одной которая здесь вот фиксирует пружинный элемент сейчас мы это разберем и посмотрим так друзья значит здесь нам нужен шестиграничек опа и снимем дужку лесоукладывателя значит здесь мы видим болтики сразу здесь у нас та дистанционная шайба которая прижимает у нас рычаг ротора кстати детские болезни у шамана люфты в дужках лесоукладывателя так второй болтик снимаем и аккуратненько сейчас мы снимем дужку лесоукладывателя в данном случае дужка лесоукладывателя выполнена у нас из титана она максимально легкая соответственно для максимально легкого ротора сделана для меньшей инертности конечно же борьба за легкость вращения и ход нам нужно уменьшить вес дужки поэтому применили здесь титан и облегченный ролик лесоукладывателя сейчас мы к его тоже доберемся так аккуратненько выкручиваем и посмотрим на сам узел так значит друзья здесь мы видим классический ролик лесоукладывателя который уже применяется с моделей 15 года мы видели их в страдике эти же ролики такого же типа у нас стоят и в стеллах и в эксенсах и всевозможных новых твинах xd и тому подобное друзья отличие их только в ширине самого ролика лесоукладывателя и в покрытии то есть у них есть если не ошибаюсь четыре версии этих роликов по покрытию есть вот такой вот как в данном случае он хромированный то есть идет латунная основа 제가 сверху он покрытый хромирование износостойким покрытием скажем так вторая версия это у нас идет оксидированный желтым покрытием износостойким покрытием сделанный третьей версии идет роликов покрытия с длс алмазоподобным твердым покрытием это идет серии стела и четвертая версия это был титановый ролик полностью это шел в 14 стеле но остальная разница у них по моему это только вот в ширине в данном случае этот ролик более широкий такие ролики ставились на твинах и на в некоторых по моему если не ошибаюсь я их видел в сустейнах тоже ну одним словом они все классические здесь ничего нового нету в данном случае мы видим точно такой же узел как в модели сейчас секундочку сниму эти щечки здесь у нас щечки заправлены специальным маслом waterproof вот он вытягиваем вот у нас получается две щечки заправлены waterproof и сам ролик все в обзоре если я не ошибаюсь 17 эксенса я вам показывал точно такой же узел только там сам ролик был из покрытия длс все у вас есть возможность эту катушку прокачать вы можете здесь поставить ролик титановый можете поставить ролик любого с любым покрытием можете поставить сюда на работу с одним подшипниками разборный неразборный только одно единственный момент это вам нужно учитывать вес ролика так как если вес ролика будет сильно характерно отличаться при сборке катушки у вас будет происходить дисбаланс и будет биение поэтому если делаете какие-то манипуляции какие-то там тюнинг-тюнинг проводите друзья не забывайте соблюдать технически грамотные моменты по настройке катушки и чтобы у вас не было потом каких-то вопросов так друзья значит это мы все отложим едем дальше значит ну тут раз разбираем с залезем сюда так мне нужна отверточка посмотрим тут аккуратненько снимаем декоративную накладку и здесь у нас как видим толкатель пружинный элемент фиксатор и так пластиковая пластиковый наконечник на насадку для посадки в дужке лесоукладывателя вот тут в принципе ничего по техническому здесь все осталось все прежнее кроме как изменение самого ротора и дужки лесоукладывателя так друзья дальше значит обгонная муфта как мы видим да в данном случае она у нас обновлена новая обгонная муфта уже отошла от моделей шестнадцатого года кстати которой у меня было постоянно много вопросов я считаю менее удачной все таки обгонные муфты вот это новое поколение мне нравится больше здесь как-то проблем с ними меньше за счет того что здесь манжет уже отцентрирован его по сути то и как бы и нету тут специально сделано вот лабиринтообразное скажем покрытое уже waterproof покрытием верхняя часть обгонной муфты вкладыш который собственно центрирует ротор в посадке и защищает от попадания ватой такую же самую обгонную муфту мы с вами видели в модели восемнадцатой стелы поэтому вопросов с ней пока у меня не возникало конечно же для катушки данной серии установка этой обгонной муфты только большой плюс почему потому что за счет уменьшения коэффициента трения соответственно мы выигрываем на легкости вращения это большой катушки плюс но вот по надежности конечно это вопрос но пока вопросов моему сервису не было мало и с обращением шопах с отказом обгонной муфты я еще этих не встречал конечно здесь ролики намного меньше чем в предыдущих версиях катушек но вопросов не возникает здесь трение идет меньше и соответственно легкость и плавность вращения намного больше вот в таких обгонных муфтах в данном случае это для катушки такого класса и облегчение веса и легкости хода это только плюс так друзья значит снимаем задний декоративный элемент и будем скрывать катушку уже дальше но при этом доходя значит мы пока снимем вот этот вот декоративный колпачок который у нас закручен с правой стороны он меняется налево и направо вы знаете друзья это просто декоративный элемент который закрывает при смене ручки рукоятка налево и направо руку одно единственное что мне здесь не понравилось конечно он выполнен так вот грубо из пластика не очень красивый дешевый элемент как по мне выглядит ну конечно же вы можете эту катушку прокачать усовершенствовать для себя и поставить сюда к примеру элементы покрасивее скажем так металлизированные вот можно кстати заодно и попробуем можно взять такой элемент с черным колпачком как пример это будет от 14 стелла пиджи и он сюда отлично подходит как вы видите по резьбе все и здесь этот крючок будет черный и это будет вот так вот сделано в металле но чем этом будет красивый тюнинг вашей катушки все таки вот так в принципе разобрал катушка уже тут рекомендую по тюнингу ну друзья думаю возьмите себе на заметку все таки например катушка стоит немало ну вот этот декоративный если никто не заморачивается пожалуйста друзья но мне не понравилось это очень дешево выглядит кусок пластмасса некрасиво если честно я бы себе бы это конечно же поменял так друзья значит задний мы имеем декоративный элемент состоящий он из двух частей мало этого заметно но вот здесь вот есть вот посадка это первой части и второй оно крепится одним болтом почему так сделано ну скорее всего что вот эта задняя хромированная часть вот видите мы снимаем ее и теперь снимаем вторую часть и здесь у нас уже задняя планочка крепит бесконечный винт чтобы дополнить всю эту модель гамму цветов они выполнили вот этот элемент черным из пластика а уже поставили здесь хром сзади чтобы вот оно было как шло в однотонность если бы сделали это полностью хромированную часть она была вот так но скорее всего это не смотрелось как для их дизайна катушки поэтому я думаю они сделали вот в двух частях такое исполнение хотя никакой технической составляющей вот эти две части не несут вообще просто это задумка дизайна так друзья значит едем дальше будем по чуть-чуть разбирать саму катушечку в данной катушечке у нас используется как заявляет производитель корпус хаганы есть одно но друзья корпус конечно если можно так выразиться здесь не полностью хаганы а имеем только одну часть в данном случае часть это будет та которая вы крепите к спиннингу и которая прикручивает основную часть катушки где расположена механика то есть корпус у нас состоит из двух частей в одной части у нас углепластик во второй части у нас магниевый сплав но как видите есть один большой плюс какой я объясняю вам здесь у нас нету нарезных болтов здесь у нас идет резьбовые соединения которые и мы от части где углепластик вкручиваем болты в магниевую основу в часть именно металлическую данная фиксация на резьбе соответственно долговечная надежная и прочная никаких вопросов у нас с болтами саморезами не будет и бояться здесь какой-то проблемы возникать в этой катушке не должно и поэтому переживать вам не стоит конечно же есть один момент что в модели 12-го года и 16-го года катушка была полностью выполнена из магниевого сплава то есть первая и вторая часть катушки вместе складывались и образовали одноцелый металлический корпус в данном случае нет в данном случае у нас идет углепластик и вторая часть у нас идет магниевый сплав кому-то это может не нравиться кто-то может сказать что это шаг назад что-то удешевили и тому подобное то есть это все эмоции это все сопереживания отдельных единиц отдельных людей друзья объясню проще так что было понятно данное решение было еще сделано у компании фирмы дайва в далеком 2007 году когда выпустили они серии катушек ловиас в корпусе из заем где как раз обе части составляющие было выполнено если я не ошибаюсь одна часть была дюралюминиевая сама крышечка а сама основа корпус катушки вместе с лапкой был выполнен из заема но никаких вопросов эти катушки не возникали так же как ее экзисты были так же сделаны из двух частей если опять же мне не изменяет память по-моему да тоже было выполнено из двух частей где крышечка была магниевая а часть с корпусом была выполнена из заема но друзья катушки работают работают годы и проблем особых там нет конечно же есть какие-то моменты в посадочных местах каких-то там более сопряжение деталей может немножко подгуливать есть там моменты но это все можно утрировать и списать просто на переживания на самом деле практика показывает совсем другое вопросов нету 2007 года Luvias была одна из самых удачных моделей у фирмы у фирмы Dive и довольно-таки было продано величайшее количество их в Японии она популярна еще по сегодняшний день поэтому вопросов по корпусу не стоит задавать и переживать так как это уже давно всем пройдено и все это уже был поэтому так же самое в данной модели это просто не возвращение ни к чему а как бы уже взятое отработанное просто применившееся в новом для именно борьбы с весом чтобы вес у нас был меньше приняли такое решение но приняли решение правильно так как если даже сравнивать с моделями того же самого примера удаевой экзиста или Luvias то все-таки там был большой минус там были саморезы саморезы закручивались с части металлической в пластиковую и только вверху как вы помните здесь был только один впаянный в пластик скажем там была впайка сделана латунная куда вкручивался только один единственный болт нарезной ну это вот конечно же минус а здесь я вижу только плюсы в плане того что все три нарезных болта фиксируют корпус так друзья ну давайте меньше текста больше дела как говорится аккуратненько снимаем корпус так и здесь мы видим часть магниевого сплава в данном случае шимана заявляет что это у нас хаган и боди но пускай будет и так хотя действительно нагрузку данная часть несет самую большую в плане именно работы на спиннинге поэтому можно назвать что пускай будет хаган и боди так здесь у нас подшипник 711 на 4 и поднизом регулировочные шайбы тут у нас трамплин сама сброса дужки лесоукладывателя по сути больше тут ничего нового у нас нет так теперь самое главное ну как видим как видим друзья колесико как заявляет у нас производитель аккуратненько выним и посмотрим выполнено у нас из дюреля алюминия методом холодной ковки так друзья не знаю видно ли вам нет но смазочный материал здесь присутствует он есть немножко есть темного на ведомой шестерне катушечка уже поработала притерлась как видно вот я повращаю видите да там немножко есть темного смазочка уже прикаталась мы это все помоем почистим и заправим новое и будет работать прикатка у нас прошла все отлично вопросов я здесь по ней не вижу немножко вижу вон работа работа смазки так друзья значит по поводу данной шестерне как позаявляет у нас производитель в данном случае имеем холоднокомнатную шестерне которая у нас прочнее и мощнее чем в предыдущих моделях и здесь у нас применено более плотная штамповка скажем так на венце зубьев на самом конце то есть больше их не плотность скорее всего так так как если помню что читал что 18 стиле было применено что-то похоже так друзья ну колесико в принципе похоже как и на модели 15 твина 3000 хэджи и тому подобных так друзья дальше здесь у нас как мы видим сам корпус мы можете увидеть толщину углепластика довольно таки да у нас он корпус монолитный и в принципе я не вижу здесь чтобы не внушало какого-то доверия и сильных переживаний вот насчет того что вижу здесь друзья одну направляющую а вторую здесь направляющей нет но здесь есть один такой небольшой секретик сейчас я направляющую это вымок вот здесь друзья как видно есть место под направляющую вторую вот след от на фабрике от производства пресс-формы данного части корпуса и здесь тоже вот здесь оно тоже видно не знаю если изображение картинка вам показывает но мне видно это отчетливо это говорит о том что я уверен 99,9% что данное клише я имею ввиду который делают эти пресс-формы также будет делать такую же самую форму на катушку серии твинповар которая скорее выйдет в 2020 году и поэтому друзья по сути вот этот ванквиш это у нас прародители будет твина то есть корпус по крайней мере друзья поверьте он будет точно такой же сделан на базе скажем так этой катушке будет в 2020 году должен быть выпуск твина я думаю что он будет вот такой и там будет две направляющих это мое скажем так видение такое поэтому здесь даже в этих элементах можно сказать что следующая катушка твин будет сделан на такой же платформе только в металлическом корпусе так друзья значит направляющая здесь у нас одна ничего страшного в этом нету здесь конечно же есть вот если я поставлю объясню то есть сама направляющая здесь у нас фиксирует каретку а с другой стороны у нас ходит сам шток поэтому сам шток еще является опорой вот так вот они стоят опоры и в принципе для катушек которые для этой катушки нагрузки которые будут использоваться не являются такими критичными чтобы сильно переживать то бишь направляющая то что одна это ничего не значит что это все плохо и будут какие-то либо проблемы с ней нет переживать не стоит вовсе а если же даже и захотите сделать модернизацию катушки друзья поверьте это здесь можно сделать тоже и установить второе направляющее здесь не составит труда грамотного мастера так друзья значит давайте снимем обгонную муфту и уже посмотрим дальше что у нас идет так аккуратненько выкручиваем саморезы и снимаем обгонную муфту здесь у нас идет классический сальничек который защищает попадание воды пространство межрабонную муфту и корпус катушки и здесь у нас идет фиксирующая планочка посадки ведомой шестерни в корпус катушки тоже аккуратненько снимем и вытянем нашу ведомую шестерин так снимем шток значит шток здесь у нас идет диаметром 4 миллиметра выполнен из дюрального алюминия и покрытый износостойким зелено сероватым покрытием специальным сейчас мы разберем поведомо и снимем потом каретку и посмотрим что там так друзья значит здесь в корпусе у нас стоит подшипник x-ship размером 6-10 на 3 значит его вынимаем и здесь у нас чтобы ничего не забыть вам показать значит у нас на ведомой шестерне здесь идет значит пружинная шайба первая которая выбирает люфт по оси ведомой шестерни дальше идет дистанционная шайба и дальше идет подшипник 6-10 на 3 x-ship две шайбочки снимаем и снимаем подшипник 7-14 на 5 все подшипники в данной катушке серии сарб как вы можете видеть здесь в данной катушке регулярно шайб под подшипником ведомой шестерни здесь не установлено в моделях шестнадцатого года здесь были установлены шайбы варьировалось от заводских настроек могло быть одна-две или разного диаметра в данном случае здесь у нас не установлено значит друзья сама ведомая шестерни я не знаю передает ли вам камера вам видно или нет но я вижу здесь эффект побежалости это говорит что отличной ее обработки и шлифовки финишной поэтому я не удивлен почему она так хорошо работала фотографии сервисного обслуживания я сделаю потом но выложу их на своей страничке в инстаграм если будет интересно там посмотрите я сделаю большие фотографии увеличенные ее этой шестеренке там будете посмотреть так друзья значит вот взяв руки могу сказать что копия 18 стелла шестерин возможно даже если они здесь же у нас микромодуль второго поколения и микродрайв 2 по-моему да то здесь суть может быть что оно даже и оттуда и взято потом сравним так друзья значит дальше в самой части колодца посадки опорного подшипника здесь установлена у нас регулировочная шайба вот она сейчас аккуратненько ее снимем а может даже и не снимем потому что там смазочка и она у нас пристала но когда мы будем мыть ее в ультразвуке она у нас отсюда выйдет ну одним словом друзья здесь стоит медная шайбочка не буду я уже этом поддевать одним словом я когда помою ее она отсюда сама выйдет но здесь установлена шайба друзья и не забывайте про этот момент так друзья значит следующее снимаем бесконечник вот бесконечники здесь я вижу сразу мы доставим опорный подшипник сзади 3,6 на 2,5 здесь я его не вижу здесь у нас идет пружинная шайбочка выбирающая люфт одна медная и втулочка как вы видите вот второпластовая конечно же сюда мы поставим подшипник почему он здесь не стоит но скорее всего тоже борьба за вес хотя какой там вес кстати в моделях 16-го года подшипники здесь установлены не установлены только в модели 2,5 с вот там только в одной модели не было подшипника а здесь уже в модели 3000 и GM тоже нет ну тут-то понятно почему нет здесь они все-таки борются за вес поэтому все-таки здесь они где-то смухлевали и вытянули что касается бесконечного винта друзья ну бесконечный винт тут соответственно взятый от стеллы 18-й так как все-таки ход, шпуль и длина должна соответствовать тому размеру значит и сам бесконечный как видите он покрытый износостойким оксидированием оксидированием покрытием и копия от 18-й стеллы скорее всего даже я думаю что он отсюда оттуда и стоит здесь значит здесь у нас идет микромодуль микромодуль у нас шестерни выполнены из пластика так же как модели 18-го стелли второго поколения не знаю друзья второго не второго но они в точности от модели 18-й стелла а здесь у нас друзья стоит регулировочная шайбочка медная маленькая подпружиненная кстати этот элемент как раз убирает мелкозудящую работу с микромодуля это как говорится детские болезни которые были на катушках 16-го года так дальше друзья значит у нас остается подшипничек 5х2х2.5 в корпусе катушки также это серия подшипника сарп и последний у нас остается 7-11х3 опорный подшипничек ведущего колеса вот кстати шумит обслужим 6-10х3 x-шип тоже блин посмотри 7-14х5 еще пойдет так чтобы еще так ролик я еще не проверял все хорошо ну вот эти два подшипничка мы с вами переобслужим как всегда ну вот детские болезни они вылазят опять снова чудо нету все понятно это поправим так значит с корпусом катушки мы разобрались середину мы с вами все уже посмотрели осталось у нас еще один узел это на каретке смотрим узел работы бегунка значит здесь у нас подшипничка уже тоже нету здесь стоит как 18 стыли у нас друзья стоит втулка сам бегунок и на втулочке у нас стоит регулировочная шайба и сделано демпферное кольцо то есть сделано прорезь втулке посадки бегунка и здесь в серединку вон то есть вдавлено посадочное место установлено колечко резиновое в работе в самой каретке оно убирает люфт убирает биение и убирает болезни 16 ванквиша это стук бесконечника при переходе под нагрузками поэтому в 19 модели это уже должно быть убрано и вопросов с ним не будет из таких вот болячек они поборолись в принципе молодцы но молодцы в чем тут потому что все таки половина не половина а некоторые узлы здесь все таки применены с 18 стелы соответственно они уже работают на ней конечно же и будут работать и здесь и вопросы они болячки эти детские 16 ванквиша уберут так друзья ну вот как видно катушечка у меня уже разобрана сейчас я проведу сервис проведу обслуживание сделаю тюнинг поставлю подшипник 362.5 в опору бесконечника втулку мы уберем и возможно в следующий раз скорее всего я даже проведу такой тюнинг и поставлю вторую направляющую но пока мы этим заниматься не будем на сегодня мы сделаем только вот это друзья фотографии детальные я сделаю на этой шестеренке постараюсь выложить в инстаграм если вам будет интересно в принципе спасибо за просмотр спасибо что посмотрели друзья встретимся во второй части и сделаем заключительный итог и подведем финал этой катушки всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...